Иван Павлович, в следующей части нашей беседы мне хотелось бы затронуть вот такой интересный вопрос. Сейчас вокруг стволовых клеток во всем мире ажиотаж, и эти стволовые клетки кому только куда не вливают, и гарантируют, и обещают, что у вас будет молодость вечная, будете жить вечно, ничем не болея. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Что такое стволовые клетки? Можно ли их применять, если можно применять, то как? Да, сложный вопрос вы затронули. Ну, для кого-то, но и не для меня. Все дело в том, как только появились первые слова стволовых клеток, я их уже знал до этого. Но я прошел в России все институты, вернее, один институт, который отвечает, я не буду называть это, академика. Я прошел на себе все эти процедуры, и я ему за чашкой чая, он с уложением относился ко мне, я ему предложил, давайте мы очистим организм ваших пациентов и посмотрим, как будет действовать стволовые клетки. На что он мне ответил, Иван Павлович, вы занимались космонавтикой, идите занимать, не мешайте нам работать. На этом мое знакомство первоначально с стволовыми клетками закончилось. А дальше началось самое интересное, что оказывается, я не буду говорить все, как мы шли к этому, что наш организм изначально имеет стволовые клетки столько, что их хватает на регенерацию органов, которые удалены хирургическим путем, с помощью специальной методики. Для этого есть Петров Аркадий Новымович, и мы с ним разрабатывали эту методику здесь, в Москве, на Третьей Матищинской улице. Представьте, вырезана почка, ее нет, ее нужно было вырезать, значит, там булочник лежал. Через шесть месяцев на этом месте почка новенькая лежит. Очень упрощенная схема. Орган имеет свою информационную структуру, имеет определенное место в организме. Его вырезали, но информация о почке осталась. Нужно туда, к этой информации, добавить энергии с помощью специальной методики, чтобы все это вместе материализовалось. Нервная, сосудистая связь, функциональный орган. И все это работало. Мы выступали на различных конференциях, в том числе в Академии наук. Слушают, посмотрят и говорят, вы дискредитируете вообще науке, этого не может быть. Мы собрали ряд документов, справками, утвержденными официальными врачами. И в 2011 году в Стокгольме была конференция «Русская методика оздоровления». Петров рассказывал, что он делает, а я, как этот, говорил, а как он делает, почему это происходит. Все дело в том, что в закисленной среде организма стволовые клетки не работают. Ей нужна щелочная среда. Так все дело в том, что те стволовые клетки, которые сегодня используют из плацентарной клетки, даже года два назад целая система в России появилась людей, которые здоровым детям и родителям говорили, что у вас ребенок будет давно, там шизофреник, все что угодно. И двух-трехмесячных детей делали аборты, а из них делали вот эти стволовые клетки. Я ничего не выдумываю. Это газеты писали. Кого наказали, что там, я не знаю. Но это же не только преступники, их четвертовать нужно. Это система, которая была направлена на то, чтобы бизнес сделать, на несчастье людей. Но самое главное, все знают, что орган, если у человека сердце или печень, или там почка болеют, нельзя пересаживать только самых близких к родным, или нужно среди сотен пациентов посмотреть, чтобы там по гихимическим, как называется... Характеристикам, по-разному... Да, генетическим всем подходило. Вы представляете? А какая разница? Стволовые клетки меня и какого-то другого, это информационно, генетически совершенно разные. А каждый клетка – это самостоятельный человек. И что ж получается? Вы, эти стволовые клетки, чужие, которым нужно еще организму вот это все переварить, перекушать и сделать так, что ее можно было использовать, тратить громадное количество энергии. А недавно я читаю информацию, что уже в России принято решение стволовые клетки вводить тяжело больным. Вы представляете? У них нет силы. У них энергетика уже дошла до предела. У них нет сил сопротивляться болезнью. И теперь ему вводят стволовые чужие клетки, которые что? Но чужие, они не только помогут, они сделают этого тяжело больного еще тяжелее. То есть эти люди превращаются уже в порядка какого-то эксперимента. Это на этом фоне меня удивляет академик, который Шкулачев, и он и создает борьбы со старостью. Не получится, не надо нарушать законы природы. Нужно создать щелочную среду в организме, при которой вот эти стволовые клетки начинают работать. Но в определенных условиях. И мы не скрываем. Когда мы вернулись с Токгольма, человек и закон в лице Кименова нас в два или три раза передачи предал анафеме. Мы шарлатаны, мы подрываем авторитет не только России, и всего мира. Таких людей нужно вообще смешать и куда-то девать. Что это за форма разговора? Вместо того, чтобы собраться и сказать, товарищи, придите, покажите, расскажите. Вот мы, академики, особенно по уже науке, это единственный комитет, который есть. В академик, во всем мире ничего подобного нет. Почему не вызвать? Почему не спросить? Почему не обсудить? Почему не баскутировать? Так вот, сегодня Петров ездит по всем странам, ему недавно от Австралии до Канады. За государственный счет этих государств устроили турне. Везде не только прислушивается в Германии, Чехии, в Швеции, уже сегодня созданы группы, и в том числе и вот в Италии, не так давно прошли обучение врачи, которые уже замахиваются на то, что лечить третья, четвертая стадия опухоль головного мозга, не подающие операции, мозги старые убирать, новые с сохранением интеллектуальной собственностью оставить этого человека. Вы в это можете поверить? Пожалуйста, посмотрите сайт petroffond.ru Книга «Древо жизни», 23 тома, издана на французском и английском языках, распространяется во всем мире. В России они есть, но их никто не читает. Этот человек обладает так называемым иррациональным духовным сознанием. Мне везет на таких людей. Вот то, о чем я вам говорил, что они живут в этом мире, нормально имея свое собственное сознание без всяких зигов фазовых, но там бывают. И он рассказывает, как там происходит процесс с формированием тех же человеческих душ, которые потом вселяются во вновь нарождающие физическое тело. Это не сказки. Это все сегодня доказано. У меня есть книга «Вселенная, Земля, Человек. Разговор с высшим космическим разумом, выше которого Бога нет». Как там устроена Вселенная? Прочитайте. Вам будет интересно узнать, что мир на этом не кончается, мы частица Вселенной. И вот здесь как раз играет очень большую роль вот столовые клетки, которые должны в определенной среде, и здесь у определенного человека можно его оздоравливать, независимо от заболеваний, которые у него есть. Сейчас в книге «Рак. Причины заболеваний» я пишу, что стволовая клетка в том числе один из возможных вариантов создания рака. Я опять ничего не придумаю. Это говорят независимые экспорты многих стран мира, на которых я ссылаюсь. Благодарю вас. Ну вот как раз «Вселенная, земля и человек» книга опять из серии «Мифы и реальность». Не очень толстенькая книжка такая, не очень объемная. Но, как мы говорили, когда сидели еще до записи, сказали, что написано таким простым языком, что даже дураку будет понятно. Но вот у меня сложилось такое впечатление, что дураки как раз книги не читают. Да не читают ничего. Меня задают. Ой, уточните, как принимать перец, как принимать соду. Ну, у меня не хватает уже слов. Ну, идите возле книги книгу, почитайте. Вот я не могу, я не умею, все прочее. Читать уже не умеют, да? В общем, вот для этого мы сделали этот цикл передач для того, чтобы вот такие книги, вот такие книги, вот такие вот книги и многие другие, которые мы в нашей серии показывали, ну, вот тогда я показываю. Как раз вот здесь даны все ответы, все ответы на те вопросы, которые у большинства людей сегодняшних возникают по здоровью, по тому, как правильно жить на этом свете, как жить так, чтобы не болеть, как жить так, чтобы не драться друг с другом, как жить так, чтобы Россия поднялась наконец-то с колен, для того, чтобы все мы жили в союзе с природой, в союзе с самими собой. И вот когда вы все это осознаете, то тогда и жизнь наша будет лучше. Ну что ж, благодарю вас за столь интересную беседу. Я надеюсь, нашим слушателям и зрителям все это очень будет полезно, не только лично каждому человеку, но и всему нашему обществу. В заключение, у нас есть хорошая традиция, когда человек, что-то рассказывающий, желает нашим зрителям, слушателям от себя что-то хорошее, доброе. Вот в камеру, пожалуйста, можете пожелать. Мне выпало счастье работать в системе, которую создал Королев. Требования к нам были, ну, не жестокие, жесткие, но правильные. Это профессионализм, это ответственность за то, что вы делаете. Если что-то вам непонятно, узнавайте, интересуйтесь и добивайтесь простых решений, чтобы тому же космонавту не нужно было тратить много энергии на то, чтобы нажать кнопку и получить то, что ему нужно. Я в течение жизни пользовался только этими двумя факторами. Это профессионализм, ответственность, даже за слова, которые сегодня просто сказаны, не подтверждены никакими бумагами. Для нас это было важнее. Мы иногда делали, и только потом, по следам, оформляли эти бумажки. Потому что однажды на совещании, когда я встал, и Королеву сказал, Сергей Павлович, вот я обратился в один институт, а вы сказали, что они должны помогать нам. А мне сказали, что это все нарушение тех правил, по которым мы живем и работаем. Мы делать вам это не будем. Он говорит, какой это институт? Я говорю, Сергей Павлович, я никогда не предавал никого. Он академик сам по себе неплохой. Но он отказался мне выполнять, потому что нет такого закона. Он говорит, ко всем обращаюсь, товарищи, если вы убеждены, что вы правы, это единственный вариант для выполнения той задачи, которую мне нужно решить, я вам разрешаю нарушать эти законы. Я сегодня продолжаю говорить то же самое. Для меня законов и авторитета нет. Я уважаю людей, но простите, я всегда ценю, а что же этот человек сделал, насколько он был ответственный. И когда я вижу, что сегодня те системы, от которых зависит наша жизнь, профессионалов фактически нет, мне становится не по себе. Поэтому я бы хотел обратиться ко всем, от кого зависит наша жизнь. Поймите, рано или поздно вы сами попадете в такие и такие же обстоятельства. И ко мне уже обращаются люди, у которых все есть. Но они потеряли надежду получить то, что называется здоровье. И я здесь фактически один могу решить проблему. Я даже открою вам секрет. Был такой предыдущий председатель Государственной Думы. И что вы думаете? В одном из ближайших родственников у него случилась беда. Я здесь на кухне с своей супругой помог эту проблему решить. На кухне! Когда два института с академиками вместе не могли сделать то, что я, как бывший врач космонавтов, сегодня народный целитель, ведущий народный целитель, еще вице-президент народных целителей, я могу это сделать. Но почему я могу делать? Почему не хотят делать это врачи? Все элементарно просто. Но системой так не предусмотрено. Система предусматривает, использует в основном это лекарственное средство, затем операции, затем радиохимиотерапия, все. и на этом ваша жизнь кончена. Я прошу тех людей, из которых зависит наше здоровье, наша жизнь, ну хоть немножко начать думать то, зачем вы поставлены народом, как наши слуги. Оказывается, вам до этого не очень большое дело. Вы для себя создали там систему неприкасаемую, как угодно. Но посмотрите, что делается с русским народом, который делать все может. Мое счастье связано с тем, что триумф космонавтики, вы посмотрите, что было в 60-х годах. Но это же Россия может, почему она не может сегодня-завтра, это от вас тоже зависит. Но если вы попали вот в такие ситуации, о которых мы говорили, и чтобы быть здоровым, используйте мои книги. Я для этого их и пишу. Но читайте и делайте. Потому что вы привыкли, таблетку проглотал и думаете, быть здоровым не будете. Я вам еще раз говорю, здоровье в ваших руках и в вашем сознании. Все остальное это, извините, система, которая превышает вас в людей, которых используют как разменные монеты. Я желаю вам благополучия и всяческого здоровья. До свидания. Неский поклон. За участие от себя скажу. Пришло время становиться человеком, а не быть человекообразным существом. До новых встреч. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Народное Славянское Радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова